Две победы. Правильно? Да, семь игр и две победы. У них еще впереди вот эта игра. Игра против кавалерии. Ну, против кавалерии они, конечно, должны побеждать. Команда вообще пока что ни единой победы не имеет. Хотя вот сейчас на параллельном стриме, по-моему, кавалерия играет с Янг Элитой. И у кого-то из этих команд наконец-то появится одна победка. Кто-то так и закончит с нулем в своем активе. У LFY, по сути, остается только две игры. На втором стриме больше игр не будет. Даже если они выиграют все эти игры, у них будет просто четыре победы. А четыре победы недостаточно даже для того, чтобы приблизиться к командам, которые потенциально занимают первые четыре места. Только так понюхать их издалека. Джиггернаут. Банится команда Invictus Gaming. Очень нравится мне пик Doombringer'а. В исполнении IG я уже раза три, наверное, видел, как Q играет на Doom. И все эти разы он отыгрывал просто фантастически. LGD Forever Young забирает Виспа. Будет некая комбинация с Урсой. И что-то теперь мне подсказывает, что могут ребята из Forever Young поставить Урсу и Виспа в мидлейн. И вроде как неплохо все может сложиться для них. Ну и так же забирают Медузу. Медуза, которая в Китае еще лично у меня на трансляциях не появлялась. Да и вообще, я думаю, китайцы вряд ли вспоминали про эту Медузу. Все драфты до этого момента были однотипные. А теперь Forever Young удивляет. Очень сильные агрессивные герои. Урсу или Кемару, Виспу, Слордар, которые в теории должны будут создавать немало пространства для Медузы. Ну а потом, спустя какое-то время, Медуза сразу же будет подключаться к своим тиммейтам. Invictus Gaming забирает Энигму. Наконец-то мы дождались. Золотые Блэк Холлы от Invictus Gaming. От китайцев, которые любят терпеть. А он будет терпеть точно до таких моментов, когда сможет засосать просто всю команду. LGD Forever Young. А вообще Энигма здесь заходит просто супер круто. Почему? Да потому что сбивать Блэк Холл толком-то и нечем. Урса сбить Блэк Холл не может. Висп сбить Блэк Холл не сможет. Медуза тоже. Слишком сложно это делать. Только Слордарыч, наверное, здесь может вместе с Рикимару как-то сбивать Блэк Холл и Энигмы. Но это все дело контролируется. Покупка БКБ банального, который Энигма может сделать после Мекки даже без Блинк Даггера. Ну что, приступаем к игре, приступаем к просмотру. Мы выключаем знаменитую рамочку на драфтах и смотрим первые телепорты. Кью действительно садится на Дума. Бернинг будет играть на коронном лайфстилере. Тут даже смотреть не стоит. Ну, супер на Медузе. Хорошо, посадили его на героя, на котором толком не нужно жать кнопочки, как на инвокере. Мягко говоря, супер на инвокере себя показывал. Две игры подряд просто отвратительно. Старался что-то делать, но в итоге максимум, что делал супер, это сплитил, даже не удавал каких-то там прокастов по команде противника. Даже люди в чате, по-моему, отметили это, говорили, что супер некачественно играет. Где мербинг? Тут только бёрнинг. Мербинга нет, он на девятом канале. А это в восьмом. 30 секунд до начала сражения. Ну что, 30 секунд остается до начала битвы между LFY и Invictus Gaming. Хочется мне посмотреть уже на IG, я давненько их не видел сегодня, они не попадались в моё поле зрения. Ну и вроде как у меня с командой IG после этого матча толком-то и нет ничего. Будет ещё IG CD, игра тоже крайне интересная. Ну и на этом вроде как игра IG заканчивается. LFY. Отжимают 3 баунти-руны. Джиксинг, монеты, супер. Достается руна богатства. OP на Эмберспирите. Сбирает руну богатства. Единственный из коллектива Invictus Gaming. Ну и сразу же занимается бодиблоком крипов. Помог ему немножечко в этом борекс. Что касается Энигмы, Хай даже пока что не скушал ранжового крипа, если я не ошибаюсь. Не здесь, не здесь. Хай просто нигде не скушал ранжового крипа. Не знаю, с чем это связано. Но они с Думом забегают в лес и будут сейчас просто в два лица фармить лесочек. Уайт на Рикимару. Сопу в Виновом вместе с ЛПС на Веспе и Урсы, которая пришла на ботом. Бернг сразу же пошёл на топ. Дерётся с Джиксингом. Ну в принципе против Слодара Бернг себя должен чувствовать даже в соло замечательно. Боракс тоже перетягивается на топ. Но дабы помочь своему тиммейту вопрос только в том, будет ли ЛФ Вай перемещаться поближе к Бернингу. Всё-таки вот эта линия действительно может наказать лайфстиллера вместе с Рубиком. Не самая сильная линия. Проседает Думчик. Уже очень сильно. Это похоже на ферстблат со стороны ЛФ Вай. Да, ЛФ Вай проливает первую кровь капитан команды на Веспе. 306 голды зарабатывает за убийство Дума. Не подумал как-то капитан команды Invictus Gaming зашёл как-то слишком далеко. Ну а Бернинг убил у нас уже четверых крипов. По времени Монет имеет крипстат 7 на 4. Хай тем временем старается там подденаивать каких-то крипов, каких-то убивать. Будет у нас такая оффлейн Энигма. Ну и Дум, который изредка возможно будет выходить, помогать на ботам этой Энигме. Хотя в этом я тоже сомневаюсь. Скорее всего он будет где-то тут кушать крипов во вражеском лесу. Потом выходить, пытаться как-то Джиксинга остановить. А Борокс тем временем выкидывает Джиксинга куда подальше. Готов отжимать баунтируну, забирает её. Джиксинг разочек своей дубиной ударил Борокса по спине. Я до сих пор не понял прикола, почему Дум не пошёл тоже к этой баунтируне. Могли Слордара очень изрядно подхарасить. Возможно потому, что у Кью к тому моменту ещё не было второго уровня. То есть без Инфернал Блейда, только с первым спилом, особо ты и не погангаешь Слордаров. Ну а просто так терять время, терять опыт и бить парочку раз по спине, это не самое лучшее решение. А только что увидели мы, как ОП мансует от Снейков Медуза. По Крипстату 13 на 0 у Медуза, но Эммер Спирита 15 на 3. Всё пока что у Медлэйни ровненько, я полагаю так и останется. Впредь. Лайфстиллер левел 4 уже практически взял. Слордар тоже с Экспириенсом никаких проблем не испытывает. А у Бернинга уже, кстати, 15 на 4, у Урса 10 на 7. Эдигма очень активно выступает. Кстати, забирает сейчас Борок с Курьера. Отличный выход, при этом в Курьере находился Бутыль для Супера. Теперь придётся Медузке стоять без Бутыря. Две минутки. Уайт поставил Сандричок. Монет там, кстати, вместе с тиммейтами забирают Хая. Получает кучу дэмэджа, ему сбивает Салеву. Придётся сейчас ЛПС с Монетом, возможно, идти на базу. Хотя нет, не придётся, потому что ЛПС находится Салева запасная. Ну и Кьюз сжимает в кустиках и тоже убивает. Монет исполняет двойное убийство. Ещё и на развороте пытается на Хая напасть. Если бы попал Эрстшоком, вполне вероятно, мог бы ещё и Нигму подцепить и убить. Сумасшедший Монет просто сбегает под Тура. С самого-самого начала. На топе, тем временем, нашли Рикемару. Благодаря вот этому вот Сентриварду, который уже простоял половину своего времени. Станчик по Бёрнингу. Не удивлюсь, если скоро и за Джиксингом будут двигаться за Тауэр. ОПи старается как-то доминировать на линии. То есть забегает под крипов, но Супер его просто харасит. Очень больно ОПи. Сейчас восполнит свой боттл, забрав руну иллюзий. 29 на 3 ООПи. 26 крипов у Бёрнинга, 22 крипа у Супера. Ну и Урса 2.01. Но по крипстату как-то все не уверено у Монета. Хай. Наплодила Идалончиков. Ну старается всячески мешать этой Урсе. Вроде как у него получается, судя по ее крипстату. Но как-то Хай теперь с опаской так подходит к этой Урсе. Понимая, что может в любой момент на него кто-то налететь. И Уайт с левой стороны, и ЛПС с правой стороны. К сожалению, не обладает никто из них с Танчиком. И та же Урса с Танчиком не обладает. Но все же нужно играть поаккуратней. Кью и Борок сидят в кустиках. На Энигму пошло нападение. В итоге контр-инициация от команды IG. Монет страдает. Немножечко под Малифайсами подпросил. Забегает иллюзия Имбер Спирит туда. Не знаю, зачем они сюда прибежали. Влетает камень в спину Уайта. И Рикки Мару пока что единственный, кто погибает в этом файте. Ну, не пока что. Так оно и останется. Никто больше драться продолжать не будет. Бернинг продолжает фрифармить. 19 на 0 у Джитинга, который стоит против Бернинга. Шестого левела Медузка. Ну, вот, наконец-то ползет Курьерчик. Летит на ракетах просто этот Курьер. С очень классными такими эффектами. Приносит супер рейндропы. Аквилку, кстати, ошибся я по поводу Ботла. Не было Ботла в Курьере. Дум. Четвертого левела. Кстати, Кью еще прям супер активно себя не проявлял. Да, он заработал ассист только что. Придя на ботом. Но в мидлейне еще не показывался. То есть не пытался как-то отзонить вражеского мидера. Против Медузы, мне кажется, Дум это очень действенный герой. Супер тем временем. Погружается в невидимость. Монет старается атаковать Бернинга. Мне кажется, Бернинг уже на телепорте просто может пойти на ботом и стоять там. Урс туда однозначно не прилетит. За Кью. Погоня от Джиксинга. Уайта он не видит. Поэтому мог бы в теории подстрять. 40 крипов уже у Бернинга. Он даже не думает уходить. Он как будто говорит, что он царь на этой линии. Ему плевать, кто там будет. Урса или нет. И так, говорит, нормально по фарму. Боракс пользуется тем, что отсутствует мидер команды Invictus Gaming. И сейчас вместе с Кью идет на шрайн. Зарабатывает экспириенс Боракс. Он сейчас пятый левел получит со следующего крипа. Нужно Рубику обязательно брать шестой. Все-таки очень сильным является мультимейт у Рубика. Там вис где-то проседает у нас постоянно. ЛПС вроде должен заниматься стаками. Но в итоге он просто стоит и фармит лесочек. Четвертого левела. Практически пятого. Не сказать, что много артефактов. Но я думаю, что на Творце это в Испании так уж и плохо. 1400 его на Творце. Бернинг вместе с Саупи на топе забирают монетом. Керригерой команды ЛУВАЙ отправляется в таверну. Два человека перемещаются сразу же. Два саппорта бегут на всех парах на топ. Вот бы еще не подстрелять. Потому что могут задетектить ЛПС. Если вдруг Дум задетектит ЛПС и сможет до него добежать. Дать ему Инфернал Блейдом по голове. Вот случится то, что сейчас по идее должно случиться. Хотя нет, не погибает ЛПС. Потому что Урса приходит на помощь. И теперь Кью должен бежать. Как никогда не бежал. Землю поджег. Но Манет слишком быстрый на фейзах. Настакал кучу фури свайпсов. И разобрался с саппортом команды. Виктус гейминг. 3000 по Галде. 2000 по Экспириенсу. Айджей впереди. Скорее всего благодаря Энигме в основном. Потому что у нее 2600 надворса. А у Слардарна тоже 2600. Так же у нас у Урса. У Супера надворс поменьше. Чем у коров команды Айджи. У Пи 3700. И 4000 уже имеет Бернинг. Вайв стилере 8 левела практически. 9, кстати говоря. Практически хватает у Бернинга на Армлет. Продает коготки. Покупает себе рецепт. Для того, чтобы этот Армлет появился у него быстрее. Ну а когти просто так купит в боковом магазине. Тогда, когда на них, собственно говоря, нафармит. Уайт бегает между Тир-1 и Тир-2. Ищет Курьерчика. Думает, мало ли пролетает. Может быть, саппортов каких-то получится увидеть. То есть дает информацию своей команде. Ну и Далоны тем временем занимаются фармом Эншентов. Сама Энигма вообще тусуется на топе. Блин, одну тычку не хватило. По этому древнему каменному голему. Сейчас найдет какой-нибудь Вайт. Будет очень-очень доволен и рад. Покажет Бернинга сейчас Вайт. Которая ошивается возле ступенек. На топе тем временем. Кью вместе с Хайем и Бороксом пытаются забрать Монету. У Хая есть Блэкпол. И сейчас он может очень здорово засосать всю команду LFY. Но Хай погружается в смокскрин. И ничего сделать не успевает. Монет, прихрамывая вместе с Миспом, убирается на базу. Рубик получает Коррозив Хейс. И, по идее, должен погибать. Тут еще и Супер настреливает издалека. Ну, а Медуза, как мы знаем, обладает очень даже неплохим уроном с руки. 86 плюс 17. Супер разобрался сразу же с двумя героями команды Invictus Gaming. 740. Голды и Ловвай заработали. Из них 400 получила Медуза. А Монет вместе с ЛПС там продолжают фармить. Кстати говоря, отпевается в войне. И ЛПС моментально захиливает Монет и ЛХП. Графики падают. Тысяча по голде осталась. По экспириенсу полторушечка в пользу. Виктор с геймингом. Это все резко может поменяться. Энигма. Кстати, в итоге Хай прокастовал Блэк Холл. И мы видели, что ему моментально смокскрином его сбили. Он замахнулся руками. Мне казалось, что он просто замахнулся руками и не вкастовал свой Блэк Холл. А оказалось, крайне неудачно этими руками взмахнул Хай. Пятого левела Кью. Скоро появится думчик. Вайт продолжает преследовать игроков команды IG. Собирает огромное количество информации. Помимо этого, где-то экспириенс подворовывает. Вайт только что поставил обсервер. Хотелось бы, конечно, подрезать Курьера. Но, увы, до него он банально не дотянулся. Ну, забираем эту Энигму. Уже в который раз что-то Энигма подсливается. Виктус Гейминг, с одной стороны, все делали классно до вот этого момента. Там у Урса вместе с ЛПС обратно перемещается. Теперь Урса неожиданно может оказаться перед лицом Кью и Бернинга. Видит Кью, не видит препятствий. Бернинг, по-моему, готов драться с этой Урсой. Не самая лучшая идея. Хотя Винфест садится в крипа. ХП все равно остается очень мало. Пока что все, что его спасает, это игра армлетом. Станчик. ЛФВА делает еще один фраг. Пытается разменяться хотя бы на Виспа. Виспа добивает его же тиммейт. Ну и Дум благополучно отправляется в таверну уже четвертый раз. Команда Инвиктус Гейминг закидывает. Что же вы делаете, ребята? Вы проигрываете ЛФВАям, которые до этого проигрывали абсолютно всем. Похоже, ЛФВАя и правда нашли свою игру. С агрессивными героями. С сторонними вот такими вот замесами. Итак. А вот и графики подъехали. 2000 по голде. На этот раз пользуя ЛФВАй по экспириенсу полторушка. Возможно, даже не обновились графики до конца. При любых раскладах ЛФВАя сейчас очень здорово вырывается вперед. На первой позиции по общей ценности находится Супер на Медузе. У него, кстати говоря, уже появилась Яша. Нужно только забрать ее с тайника. И после Яши 1200 голды Супер нафармил сверху. Урса 5200 на Творса. Амунет у нас один раз всего лишь погибал. Но из-за вот этих постоянных активных передвижений, судя по всему, Мурсевич не находится в топе по Недворцу. 54 крипа всего лишь. 88 у нас. Но Эмбер Спирита 83 у Бёрнга. Вот она тебе и разница. И у Супера 90 крипов. Помимо этого еще 2 убийства и 1 ассист. IG нужно предпринимать какие-то активные действия. Потому что есть Блэкхолл у Хая. Он еще и купил себе Медас. То есть Энигма с Медасом. Насколько же это жадно. Рикимару опять же дает огромное количество вижена. Своей команде. Задетектил Бёрнинга. Дает ему понять, где находится керри-команда IG. Тот жмет ТП-аут. Прилетает Урса вместе с Виспом. И Бёрнинг никуда не уходит у Джиксинга. По-моему, бас проходит с первого удара. Я 10%, ребят, напоминаю. 10% баш на первом уровне у Свардара. И с первого удара Джиксинг забашил бедного Бёрнинга. Сейчас у Бёрнинга точно там. Бёрнинг случился. Ты бы слышал, как тебя называют на главном стриме. Ну, мне в принципе все равно. Игру-то на главном стриме не показывают. А как называют, это уже сугубо их проблемы, если они говорят неправильно. Я не сильно расстроен, если честно. Пусть называют, как хотят. 2000 по голде, 1000 по экспириенсу. В пользу команды LFY. И преимущество вроде как продолжает расти. Так вот, IG с Блэкхоллом. Нужно, наверное, выходить и делать какие-то ганги. То есть не жалеть Блэкхолл в один таргет. Сейчас нужно зарабатывать где-то деньги. И вместе с инфестами от Бёрнинга. Хорошим дэмэджем от Эмбер Спирита. Который, кстати, вторым артефактом прикупил себе Гост. Спалил только что Манет, по-моему, ремнантом. Просто включает Флэймгвард. Убивает крипов. Не забываем о том, что у Манетта есть Блингдаггер. И, в принципе, даже такого героя, как Эмбер Спирит, он может развалить очень и очень быстро. Тем более, Уайт сейчас может засмокскринить Эмбер Спирита. После Сайланса он просто погибнет. Перемещается бесстрашно на ремнант. Будет ли прыгать дальше. Включает Гост. Так показательно действует OP. В итоге этот OP просто погибнет. Вместо того, чтобы на ремнант уйти в какую-то загадочную такую позицию. И сделать эпо-аут. OP делает что-то крайне непонятное. Постоял, поторговал лицом. Посмотрел на Урсу. Говорит, смотри, у меня Гост, ты меня не ударишь. Посмеялся ему в лицо. И уехал на отдых в таверну. Нежелательно сейчас IG погибать. Но реально нужно собираться. У них очень сильные ультимейты. Раз по КД ультимейтов ты юзаешь смокинг. Переодеваешься. Так резко выходишь на врага. Любого практически и соло-таргет без проблем забираешь. IG по-прежнему пик. Мне нравится их гораздо больше, чем у Эллфуай. Даже в лайк-гейме. Команда Invictus Gaming, как по мне, смотрится сильнее. Это Enigma. В сочетании с Ember Spirit'ом, Lifestealer'ом, который сможет спокойно грызть. Так еще и Doom'чики направо-налево. Куча ауру обычно от Doom'а. К позднему этапу покупается. Пока еще седьмого левела кью. То есть так быстро он не фармит, как должен первый спал первого левела. А потом, кто знает, что появится у кью на десятом левеле плюс 80 золота. Будет активно кушать крипов. И зарабатывать бабосики. Борокс загулял. Хотел поставить вардецкий. Я так понимаю, судя по тому, что есть у него в инвентаре. Но ты не видишь противника на карте. Так что это тоже была не самая лучшая идея. Страдает тролль-некромант. Там с лордарочным временем забирается спина своему оппоненту. Сентриварт установил вайт. Заметил, что обсервера здесь не имеется. Джиксинг. Отмансовал немножечко. Прожимаются дасты. Но эти дасты не достают по вайту. Замечает Джиксинга. Нужно давать сеточку и пытаться его каким-то образом окружать. Он кайтит. Просто издалека стреляет своими спулами. ООП прилетает на ремненте. Хай на развороте пытается задержать урсу. Блэкпол имеется. Можно сейчас засосать двоих на развороте. Будет ли что-то делать хай? Нет. Он просто отбегает. И с помощью ковра забирает ОПС. А монет на развороте пытается справиться с бернингом. ООП что по чейнам. На чины не хватает маны. Но можно выпить мэджик манды и привязать монету на месте. Хорошая серия убийств от команды Invictus Gaming. Но здесь сами ЛФой допустили ошибку. Ни в коем случае нельзя было удраться после того, как убили Слардара. Но они почему-то решили еще немножечко посостязаться в силе с командой. Команда Invictus Gaming. Курса слишком далеко залезла с виспом. Не смогли они убить бернинга. Никого они убить не смогли. И отдают 1700 голды в руки Invictus Gaming. Плюс 2900 экспириенсов. Поднимают коров команда IG с колен. У бернинга тем временем. Фармится Алибарда. Вот так вот прыгают графики. Был порядка 4000 по голде. Сейчас меньше двух. И по экспириенсу Invictus Gaming снова выбирается вперед. Знаменитые китайские качели. Летят, летят, летят. Ну тот момент, когда Invictus Gaming, ну вот прям очевидный фаворит этого матча. Я думаю там ставки запредельные просто на команду Invictus Gaming. Одно поражение у них всего за групповой этап. Очень здорово они отыгрывали до этого момента. Но в этой игре как-то слишком много раз уже ошиблись. Но пока не факт, что LFW их накажет за эти ошибки. Хотя по-хорошему команды хорошего уровня. Тир-1 уровня. Должны за такие ошибки однозначно наказывать. И уже не отпускать это преимущество. Супер тем временем вместе с тиммейтами забирает башню в мидлейне. Восемнадцатая минута игры. 6-12 в графике. Показывал я вам уже такие веселые китайские качели. Но сегодня были китайские качели повеселее. Которые с 10 тысяч дошли до 15. Потом с 15 вернулись в ноль. А потом опять полетели с другой команды. Это по-моему Вич и Gaming Potential играли против кого-то. Я уже забыл против кого. Затишься. Там лайфстилер страдает. Бернинга пытается убить Манет вместе с Джиксингом. Но все еще живет. Этот лайфстилер заползает в Крипочка. Рэйджи отхил. Оупи прыгает дальше на своих ремнантах. И старается забрать Джиксинга. По идее должно у него получиться. Чейнами привязывает его на месте. Супер тем временем справляется с Хаем. На противоположной стороне карты. Ну не совсем на противоположной стороне. Но в другой части карты тоже происходит драка. Пытается что-то сделать с Медузой. Эмбер Спирит и Дум просто наваливают с руки. Выглядит это очень смешно. Боракс пытается отмансовать. А лоу хпшный Уайт. Лоу хпшный ЛПС. Добегают до него и забирают. Саппорт команды Инвиктус Гейминг. Выживает только один Кор. Бернинг улетел в таверну. Ну и 418 голды зарабатывают у нас Инвиктус Гейминг. В свою очередь и Лофф Вай получают 800. 400 заработала Медуза. Висп с Рикимару тоже неплохо так наварились. 3770 урона нанесла Медуза. Ну вот супер был фуловым. У остальных закончилась мана. Закончились скиллы. И ничего поделать они не смогли. И ЛПС загулял во вражеском лесу. Остался на том же месте, где только что Инвиктус Гейминг дрались вместе с Алухуай. Ну Кью туда пришел вместе с Эмберспиритом. Мы быстренько разобрались с этим шаром. Девятый фраг для своей команды оформляет. 540 голды за Виспа. 417 получил Дум. Сейчас 12-го левела уже, как видим, 80 золота поехало. Судя по деньгам у этого Дума, судя по его нотворцу, который тоже активно начинает расти вжух. И 5300 нотворца уже тем временем у Кью. Покупается Солар Крест. Есть Доминатор. Будет куча полезных аур. Будет куча полезных артефактов вообще у этого Дума. Нравится мне Дум именно тем, что он способен не бесполезно стоять в лесу. Он может выходить, гангать при этом нотворцу ему особо проседать не будет. Он все равно соберет какие-то полезные артефакты. Будет обладать огромным количеством ауры. Выносит он гораздо больше, чем остальные саппорта к поздним стадиям. То есть у него там уже будут серьезные слоты, шивы там какие-то, владмирсы, доминаторы. Все что угодно. Корм этого Дума. Дорошана остается 50 секунд. По идее, на Рошанчике должны быть неплохие замесы. Удобно Инвиктос Гейминг однозначно драться в таких вот узких пространствах. Узких проходиках. У ЛФА могут тоже наказать. У них есть Медуза, которая прожмет Стангейс. Всякие Урсы, которые настреливают, будь здоров. В общем, у ЛФА тоже все шансы есть хорошо побороться на Рошане. Кстати говоря, про Рошана... Вот-вот он появится. Там Вайта практически смогли убить. Нужно устроить борьбу кентавров. А то стоят вот это, проверяют. Лайфстиллер погрузился в ОУП. Вот-вот появится Рошан. При этом Рошана Инвиктос Гейминг, если вдруг зайдут, будут бить Солар Крестом. Эмбер Спирит поднимается на топ и замечает Джиксон. Мы привязали Лучнинами, Рейт прожимает Бёрнинг и без шансов забирает Рыбу. 15-го левела Лайфстиллер, кстати говоря, уже. 9800 на Форсу у Бёрнинга. Ну, конечно, далековато от Медузы, но Супера пока такое ощущение будто не хватает. И такое ощущение будто может не хватить команде ЛФА для того, чтобы все-таки воспользоваться своим преимуществом. Урса уже проседать начинает очень быстро. Хотя вот у Монета и Башер, и Абиссал готовится. По идее, хватает. У команды ЛФА, Бёрнинг грызается на Супера. Ну, очевидно, не самый лучший таргет. Вы посмотрите, как долго они грызут эту Медузу. Он вообще ничего ей не сносит. Бёрнинг переключается вместе с тиммейтами на Монета. Монета убили. Уайт дастики повесили. Есть ультимейт у Уайта, в который он сейчас садится и выигрывает премия для своей команды. В этот момент, по идее, Медуза могла стянуться с тиммейтами. Кстати, пушится линия. Конечно же, Вайта забрали после того, как ультимейт закончился. Но и ЛУВА и все вместе полетели на топ отпушивать линию, которую до этого засплитили Invictus Gaming. Итоги боя. Очередная порция денег для Invictus Gaming. В размере 900 золотых монет и 200 тысяч 600 экспириенс. Графики опять показывают качельки. Но вот эти вот цифры, 2000-3000, к таким минутам, не сказать, что это там как-то существенно важно. Мы видим просто, что есть качели. Мы видим, что какая-то команда зарабатывает деньги, возвращает преимущество. Потом набирает чуть больше слотов. Но это чуть больше слотов. Это тебе не 10 или 15 тысяч. Рубик решил подгулять. Пацаны, давно меня не убивали. Надо бы, наверное, подстрять. Ну а Джиксинг вместе с монетом забегают на Рошана. Если накинется коррозия в Хейст, то монет этого Рошана испепелит очень быстро. Еще и Супер неподалеку. Разгущается Invictus Gaming. Придется драться им в меньшинстве без Рубика. Рубик байбекнуться не сможет. Оупи залетает в толпу врагов. Привязывает монет и Супер на месте. Монет прожимает ультимейтки. Уже очень-очень больно. Тут я так не понял, откинулся думом или нет. Стоит Медуза. Ей просто плевать на всех. Она паркуется где хочет. Сплитшотиком настреляла по головам команды Invictus Gaming. Ну, знаете, вот что-то после этого файта мне кажется, что Медуза вполне себе может хватить. Для того, чтобы изничтожить команду Invictus Gaming. 2300 голды Оупи. До сих пор нет даже Мэл Штрома. Но Эмбер Спирита по-хорошему бы уже без вот этих вот артефактов Мьоннер какой-то купить. Но постепенно, помаленечку приходится собираться в этой игре Эмбер Спириту. Для того, чтобы не умирать сразу же, как на него врывается. Для того, чтобы вносить какой-то импакт. Супер вместе с Монетом забирают Фарошана. Супер достается Аегис. Ну, конечно же, нельзя было отдавать этот Аегис в курсе. Потому что она гораздо слабее, чем Медуза. Медуза теперь со Скади. 16 единиц армора. 2100 хп. 2220 единиц маны. И теперь еще и Аегис. То есть дважды придется убивать эту супер плотную Медузу. Оупи в погоне за Вайтом. Ну, увы. Гема нет у Айджи. Приходится так как-то рандомно выискивать Рикимару. Дасты на него не повесили, только Вейл в Дискорд. Ну и Вайт спокойнее как убегает оттуда. Вайт, кстати, не заметил я, но он почти с диффузами. У команды Инвиктус Гейминг толком-то и ничего нет, чтобы, допустим, срезать Коррозив Хейза с Лордара. Обычно берут хотя бы Доминатор и стараются приручить Сатиры для этих утех. Ну, Доминатор есть у Кью, но он бегает то с Тролем, то еще с кем-то. Я еще ни разу не видел Сатира. Он может сам, в принципе, скушать маленького Сатирчика и себя и тиммейтов снимать эти Коррозив Хейза. Ману у него, в принципе, хватает. Почти 18-го уровня Энигма, Блэкхолл скоро левел 3, но, откровенно говоря, Хей пока что Блэкхоллов вообще не кастовал. Не то что удачных, а, в принципе, Блэкхоллов не использовал в этой игре. Один раз попытался, замахнулся руками и сразу же его осадили. Больше не пробовал. Хотя уже есть БКБшка, но и, по идее, в следующем файте с этой 10-секундной БКБ Хей должен себя с лучшей стороны проявить. Блэкхолл это такая штука, которая, если зайдет, то переворачивает игру при любых раскладах. Даже если у тебя там 30-ка преимущества, 45 преимущества. Бывали такие игры, когда Энигма отыгрывала даже такие игры. Ну, вот Таупи решил подгулять, не заметил противника, исчезнувшего с карты. Увидел Супера и ЛПС в мидлейне. Может быть, поэтому посчитал, что за ним не может быть открыта охота. Энигма толкает линию. Плодит дальше своих Айдалончиков. Заставляет таким образом команду ЛФВА стягиваться. Ну, это очевидно правильно. Откатятся Айдалончики. Через одну секунду можно будет уничтожить Катапольту, чем, собственно, Хай. И занимается, главное, самому не погибнуть. Но он сейчас увидит, где находится ЛУПВА, и они разбираются с Тир-2 Тауэром. Ну, и теперь нападение на Тир-3. Приходит Энигма. Просто откидывается Малифайсом по Медузе. Медуза сразу же на Тастайлом все это тело себя снимает. Бернинг. Сложно ему подбираться к противнику. Он купил себе чаймейл, чтобы армора было, ну, хоть чуточку побольше. Но этого не хватает. Особенно, когда Коррозия в Хейс накидывают. Боракс. Потом, раун, какой-то способность у Супера. Что украл? Украл сплитшот. Ну, Рубик со сплитшотом это очень здорово. 75 минус 14 урона. Сейчас Боракс начнет насстреливать. Будь здоров. Врывается на Энигму. Абисал сверху накрывает саппорта команды Invictus Gaming. В итоге приходится Энигме байбекаться. Как же много урона вписывает Эмбер Спирит. Появились молнии. Наконец-то и они чувствуются. Бернинг в погоне за своими врагами. Под думом находится Урса. Возможно, Урсу придется задинаить. Хотя Манет живет. На развороте Супер разбирается пока что только с ОП. Бернинг все еще жив. Хайп от БКБшка никак не может прокастовать Блэк Холл. Ну, а... Оффлейнер команды ЛОПВА ждет своего момента. Ху. Тоже погибает. От рук Супера. Ну, и похоже, Супер с этим... Эггисом будет уже просто заходить в сторону. Терять его. И вскрицать фулловым. А там уже непонятно, как этого Супера можно убивать. Ковер у Энигмы откатится через секунду. Через секунду она как раз-таки этот ковер сможет постелить. Супер находится в ковре. Джиксинг тоже постоял в ковре. Задохнулись просто вместе. Там Хайка стоит Блэк Холл. На одного Супера. Уайт сразу же смокскрином снимает этот Блэк Холл. Нападает на саппорт команды Инвиктус Гейминг. Супер продолжает настреливать то по одному, то по второму. Бёрнинг также отправляется в таверну. Дабл кюн для Супера. Фраг для монеты. И команда Инвиктус Гейминг терпит второе поражение в данной квалификации. LFY, что вы творите? Они зарабатывают только третью победу. Убивают Инвиктус Гейминг за 29 минут без шансов. Абсолютно. Такой интересный пик продемонстрировали. Сыграли агрессивно и переиграли одну из топовых китайских команд. Поэтому мы смотрим статистику. Смотрим сколько урона у нас нанес Эмбер Спирит. 12 тысяч урона больше, чем все в команде, очевидно. Но Медуза настреляла 19 тысяч 800 урона. В свою очередь Монет 18 тысяч урона успел нанести на своей урсе. Вот так вот, собственно говоря, и раскатываются чемпионы. Инвиктус Гейминг, когда-то чемпион Интернешнала, пал от рук LGD Forever Young. Ну а мы переключаемся на рекламную музыкальную паузу. Вернемся в эфир через 5-10 минут на следующую крайне интересную игру. Поэтому обязательно оставайтесь на трансляции LGD против CDEK. Этот матч будет решать многое.